Канобу.ру представляет Оригинальную The Darkness, вышедшую аж 4 года назад, можно причислить к тем играм, которые хороши примерно настолько, насколько и непопулярны. Мрачная история Джеки Астакада, ставшего одновременно их хозяином, и жертвой мистической силы под названием «Тьма», была захватывающей, местами пугающей, жестокой и не лишённой оригинальных идей. Ну а невысокие оценки прессы и неприличное качество самой игры не убедили игроков раскошелиться на диск. Издательство 2K сначала расстроилось, потом подумало-подумало и дало зелёный свет производству сиквела. Правда, разработчики оригинала Starbreeze были заняты работой над новой Syndicate, поэтому вторую часть отдали на попечение команде Digital Extremes, авторов недавних Dark Sector и Homefront. Да, мы бы тоже настроили скептически, если бы не увидели своими глазами эксклюзивную демоверсию для прессы. Джеки Астакада рвёт и мечет ещё хлеще, чем раньше. И это не может не радовать. Если вдруг кто-то забыл. The Darkness основан на серии одноимённых комиксов, а сценарий для обеих игр написал Пол Дженкинс, один из авторов всей этой истории про тьму. Сложно не заметить, как старательно разработчики пытаются перенести дух цветных картинок и реплик в белых пузырях в цифровое пространство. Тут и оригинальный сценарист, и знакомые по комиксам персонажи, и даже тьму в очередной раз озвучивает то ли гениальный, то ли безумный музыкант Майк Паттон. Но больше всего удивляет решение использовать особую технологию затемнения объектов Cell Shading. Точнее, удивляет именно мастерство, с которым эту технологию сумели применить разработчики. Без риска, что игра станет походить на цветастый аналог Принца Персии 2008 года. Мультяшные текстуры вручную рисовались художниками, а не обрабатывались алгоритмом. Персонажи окружения выглядят насыщенными и мрачными примерно в равной степени. В конце концов, в The Darkness 2 игра точно не для детей. Действие пресс-версии, в которую нам удалось поиграть в уюте и... темноте, происходило в борделе. Ребенку будет сложно понять, почему тетя в латексе бьет плеткой привязанного к кровати лысого дядю, или зачем змея выгрызает сердца убитых бандитов. Вообще, во время игры в The Darkness на экране происходит что-то напоминающее мистическое снаф-муви. Тела разрываются надвое, щупальца откусывают головы, а главного героя успевают ударить током, распять и подстрелить. Но даже если забыть про мучительные крики жертв, игра вполне способна развлечь и по-другому. Например, Джеки может одновременно стрелять с двух рук и использовать растущие из плеч змеевидные щупальца, чтобы хлестать, резать, кусать, бить и притягивать к себе врагов. Причем угол удара щупальцем теперь можно регулировать вручную, и с этим связана не только радость деликатного расчленения, но и решение небольших головоломок. Например, провода в щитке получается разрубить только вертикальным ударом, а сбить подпорки — горизонтальным. Арсенал сверхъестественных сил со временем будет расширяться. Новые умения и удары можно будет приобретать в разбросанных по уровням черных дырах. Главное — не забывать съедать сердца убитых. Кстати, если раньше Джеки мог вызвать на помощь множество дарклингов, которые больше мерзко хохотали, чем помогали в бою, то теперь из них остался только один. Зато какой! Он постоянно бегает за главным героем, прыгает на спину врага, мочится кислотой на их тела, откалывает садистские шуточки и вообще всячески развлекается. В определенный момент управление переходит к нему, и тогда игра начинает походить на быстрый и яростный стелс. В демо-версии требовалось проскользнуть мимо охраны в вентиляционную шахту и перерубить линию энергопередачи, поскольку Джеки под лучами света терял все свои способности. И таких сюрпризов будет немало. The Darkness 2 подкупает многое. Дотошное внимание к деталям, необычная история, визуальный стиль и еще куча других мелочей. Так что, когда игра выйдет, лучше не давать диску залеживаться на освещенной полке магазина, иначе вся тьма улетучится. Субтитры создавал DimaTorzok